Друзья, всем огромный привет! Мы с вами продолжаем проходить сборочку Аграрин Скайс 2. Как помните, в прошлом выпуске начали заниматься ботанией. Собственно говоря, у меня здесь было два цветочка, которые давали ману, но они оба уже испортились, точнее, просто засохли. Правда, у нас с вами есть мана, так что у нас все хорошо. Мы при помощи этой маны, если не ошибаюсь, можем сделать... Правда, нам для этого нужна красная пыль. Опять же, если не ошибаюсь, потому что я очень давно этого не делал. Сейчас с вами проверим. Берем красную пыль, кидаем ее туда. Да, у нас, видите, как раз значочек появляется. Можем туда выкинуть и получаем с вами манно-пыль, или что-то типа того. Да, манно-паудер, то есть манно-пыль. И, соответственно, при помощи вот этой манно-пыли мы теперь в ботании с вами сможем сделать немножко другой цветок. Если не ошибаюсь, он не должен у нас как раз вот так вот засыхать. Это называется водогортензия. И она делается, секундочку, можно будет ее... Она будет поглощать воду из площади 3х3 вокруг себя на той же высоте, создавая из нее манну. Так вот, делается она довольно-таки просто. Здесь всего лишь нужны мистические брюзовые лепестки и мистические синие лепестки. Как раз она попала в прошлый выпуск. Я сказал типа нет, это для меня сложновато, потому что здесь нужна манно-пыль. Я сразу ее увидел и понял, что я не смогу сделать, потому что манно-то нету, ни копейки. А нам нужно хотя бы чуть-чуть. А вот теперь мы ее сможем сделать. И она будет стоять в воде и давать манну, но этим займемся немножко попозднее. Давайте пока что с вами манно-пыль уберем сюда. У нас вообще очень много всего такого в кармане, что нам прямо сейчас не нужно. Чтобы еще такое скинуть. Бартак дикий, ладно, я с этим я разберусь. Так вот, в первую очередь я сегодня хотел заняться немножечко другим. В первую очередь я хотел заняться вот тем спаунером мобов. Но правда давайте зарядим наш ранец, потому что в нем уже очень мало энергии. А я боюсь, я сейчас один просто упаду. Соответственно, быстренько его сюда с вами закидываем. Нам нужно будет куда-то все это лишнее убрать медная руда, серебряная руда. Но это все можно будет в принципе поплавить, либо убрать туда в ящики. У нас все зарядилось, замечательно. Хорошо, что там лавовый генератор стоит. Так, соответственно, давайте сейчас быстренько я все раскидаю. И начнем перестраивать с вами вот этот спаунер. Прямо сейчас у нас с вами здесь почти ничего не спаунится. Я, честно говоря, боюсь выкапывать вот это дело. Мы с вами можем хоть что-нибудь выкапать. Например, а, мы с вами полублоки можем вообще отсюда убрать. И больше здесь ничего спауниться не будет, все хорошо. Пока что поставим большой сундук. Кстати, его нужно сделать. Как помните, мы с вами можем сундуки делать довольно-таки просто нам... Куда я его убрал? Я убрал, если не ошибаюсь. Либо сюда. Нет, не сюда, значит вот сюда. Комбайн, пластиковый резервуар, это все не то. Вот, билдер. В этом билдере мы с вами можем делать огромные сундуки. Нужна глина, железные прути, железные слитки и сундуки. А если я хочу сделать максимально большой, нам нужно с вами 9 сундуков, 32 слитка, 32 единицы железных прутьев и, естественно, нам нужна глина. А вот с глиной никаких проблем. Глина у нас с вами... Блин, глина у нас с вами теперь просто завались. Если не ошибаюсь, я могу же ее вот так вот по-быстренькому разбить, да? При помощи лопат это делается быстрее всего. Давайте сейчас еще раз немножко долбанем. Так, опять же, глина хранится у меня вот в этом сундучке. То есть, кстати, она была. Ну ладно, плевать. У нас с вами была глина, просто я что-то не подумал об этом. И можно колесиком мыши забирать нужное количество. Опять же, спасибо за подсказки, много всего подсказываете. Плюс, самое главное, прям вот я не знаю, это просто самое шикарное. Меня больше не лагает. Я кручу камеры, меня больше не лагает. И это все было из-за того, что у меня стояло в настройках графики ограничение FPS. Вот здесь вот, теперь она не ограничена. И это самое максимальное. То есть, без ограничений быстрее всего будет работать. Как видите, ничего не лагает, все хорошо. Я не знаю, зачем вообще ограничения нужны. И это прям очень неприятно все выглядело. Так вот. Также вот здесь у нас с вами стоит, я не помню уже с какого выпуска. Это у нас с вами бесконечный источник воды. Я так думаю, что можно будет его потом использовать. Но к нему перейдем немножко попозднее. Давайте сейчас все с вами отсюда лишнее уберем. Потому что я здесь вообще-то много всего строил за кадром. Много всего делал. У меня даже вот здесь, видите, система небольшая вниз пошла. Я потом объясню зачем. Потому что я в подвале хотел немного просеивать песок. И для этого у меня здесь есть резонирующий измельчитель. Основной... А, это тигель. Подожди, у меня где-то был еще и обычный измельчитель. Вон он стоит, основной измельчитель. Я просто их сделал за кадром. Я решил даже не добавлять этот выпуск в предыдущий. Но сегодня я сейчас немножечко продемонстрирую, для чего это нужно. Итак, ну если это кто-то не знает, не видел. Потому что я так думаю, что какие-то новые у меня как раз зрители. Не в том плане, что новые зрители. А новые зрители Майнкрафта на канале есть. Которые раньше Майнкрафт не смотрели. Соответственно, у нас с вами сейчас здесь 8 сундуков. Соответственно, крафтим. И у нас с вами появляется еще один огромный компакт-чест. Вот он называется компактный сундук. На самом деле он очень огромный. Ну что ж, у нас с вами как раз рассвет. И я предлагаю потихонечку приступать. То есть, во-первых, мы с вами все-таки сделаем немножечко факелов. Так, про запас просто. На всякий пожарный. Я думаю, что мы просто с вами сейчас расширим ловушку. Это раз. А во-вторых, нам нужно поставить помимо сундука. Зачем сундук? То есть, что я тут такое хочу на самом деле замутить? Я хочу сделать, чтобы у меня все автоматически убивалось. Все автоматически собиралось сундук. А также добывалось эссенции мобов. Я думаю, что все получится довольно-таки просто. Только в первую очередь нужно, естественно, расширить ловушку. И я думаю, тогда у нас все с вами очень хорошо заработает. У нас с вами, если не ошибаюсь, было бы, ну, примерно такое задание. В мобхантере. Вот оно где находится. Смотрите. Здесь есть у нас с вами острые пики. Но, типа, это все такое. Это можно сделать железные шипы, я имею в виду. Железные шипы можно сделать, получив их награду. А можно вылить на деревянный шип немножечко железа. Получить железный шип. В принципе, это можно сделать. Как видите, все очень просто. Деревянные мечи. Деревянные доски. И немножечко древесины. Так что давайте это сделаем просто, чтобы было вот в самом начале. А дальше уже будем делать то, что я хочу. Выкладываем это дело сюда. Это дело, если не ошибаюсь, пошло сюда. Получаем с вами 4 деревянных шипа. Но, опять же, они нам с вами абсолютно будут не нужны. Можно их будет потом выкинуть. Так, отсюда забираем абсолютно все. Ставим шип. Выливаем немножечко. Чего, нету железа, что ли? Железо есть. Может быть, вот это-то? А, нет. Оно плелось. И получился у нас с вами вот такой вот металлический шип. Что, в принципе, должно было выполнить задание, если не ошибаюсь. Сколько я... Железный шип, в смысле, получился. Железный шип не комплит. Потому что перед ним не выполнено вот это. Колышек и брикады из дуба. Брикаду я как-то, помню, сделал. А колышек делается... Секундочку. Колышек делается из сахарного тростника. Это прям очень-очень просто. Хорошо. Давайте 5 сахарного тростника. Вон у меня брикада из дуба, но сделаю ее абсолютно случайно. Также делаем с вами колышек. Убираем его пока что сюда, потому что нам абсолютно не нужен. Можно еще брикады забрать. Естественно, забираем вот здесь с вами награду. Получаем с вами возможность получить моб-трэнспорт. В принципе, это прикольно. Конвейерная лента. Мы ее с вами потом выполним. Она нужна, знаете, для чего? Чтобы, например, вот там вот в ловушке у нас с вами мобы ползали по конвейерной ленте. Соответственно, они спаунились прямо на ней и ехали к шипам. Соответственно, она постоянно их тащит на шипы. Бьет, бьет, бьет об шипы. Они умирают. И, естественно, ну там шипы просто поставим куда-нибудь. И, естественно, таким образом мы получаем с них лут. Но типа этого мне абсолютно не нужно. Я этим не хочу пользоваться. Мы с вами их будем убивать абсолютно по-другому. Так что это все добро мы с вами на самом деле просто распаиваем обратно. Чтобы не тратить железо. Оно же плавится? Оно должно плавиться. А, оно плавится. Только у меня, естественно, здесь нет абсолютно лавы. Вообще, конечно, вот эту бы линейку заданий нужно было бы выполнить. Я объясню почему. Потому что вот сюда вот нужно продвинуться, чтобы получить еще одну экстра жизнь. Но, в принципе, может быть сегодня под завершение выпуска это с вами выполним. Но прямо сейчас я хочу сделать кое-что другое. Это Thermal Begins. Это не то. Секундочку. Smash Bash. Основной измельчитель. Да, я его, кстати, сделал. Можно забрать немножко награды. Красная руда Нижнего Мира. Прикольно. Кстати, красная руда Нижнего Мира. Измельчитель. Резонирующий, кстати, у меня здесь. Без улучшений. Улучшений я еще не делал сюда. Хотя нет, вот одно сделал, которое дает ускорение, что ли. До 16 булыжника за операцию может перемалывать. Здесь очень мало энергии. Но из красной руды Нижнего Мира сколько я получу сейчас красной пыли? Видите, у меня всего 16 осталось. Ну-ка. 21. Господи, вот это кайф, а. Какие же вот эти механизмы классные все. Так вот, я хочу сделать кое-что другое. Я помню, что здесь была как раз вот эта штука, которая теперь называется молотилка. Раньше это называлось грайндер. И вот при помощи танион мы с вами сможем как раз вот молотилка забивать мобов вот в той вот как раз нашей ловушке. Опять, мне зашибись. Получать эссенцию, и при помощи этой эссенции мы с вами в автоспаунире сможем спаунить любых мобов, которые захотим. Потому что мне нужна была эта эссенция. Так как если мы хотим, например, визор скелетов, иссушителей скелетов постоянно спаунить и убивать, чтобы получать с них головы, нам она с вами просто жизненно необходима. Соответственно, нам теперь нужно сделать... Вот она, молотилка. Все-таки это она. Нужно сделать рамочку, нужно сделать книги. У нас с вами все для этого есть. Если не ошибаюсь, книги делаются вообще изично. Тем более у нас с вами есть теперь кожа. Мне нужно еще немножечко бумаги и сделать сразу еще одну книгу. То есть ставим это сюда. Это пошло сюда. Делаем вторую книгу. Также нам с вами понадобится железный меч. Мне не хватает немножко слитков. И, кстати, железные шипы из The Extra Utilities не плавятся обратно в железном. Зашибись. Но мне повезло. Ладно, пока что положим их сюда. Может быть потом пригодятся где-нибудь. Сложно сказать. Итак, давайте быстренько делаем с вами катушку. Катушка делается вот так вот. Пластик у нас с вами был где-то вот тут. Секундочку. У нас с вами есть немножко пластика. Нам нужно буквально четыре. И нужна основная рамка механизма. Основная рамка. Есть. Оловянная шестерня. Я думал, что они у меня все закончились. Плюс стекло. Стекло тоже есть. У нас тел с вами есть. Шикарно. Как же я люблю, когда все есть абсолютно. И не нужно абсолютно париться. Давайте. Еще раз с вами выбираем молотилку. Рамку. Нам нужно две с тобой шестерни. Зараза. Кстати, раз на то пошло. Раз у меня есть кирпичи. А кирпичей у меня в принципе предостаточно. Мы с вами можем немножечко расширить нашу плавилку. То есть вот это отсюда убираем. Давай. Раз. Два. Три. Теперь вот это убираем. Та же самая ерунда. Раз. Два. Три. Вот здесь закрывать нам совершенно не обязательно. Надеюсь, что я туда достану. Раз. Два. Три. Отлично. Там в том блоке никто не заспаунится. И таким образом плавилка становится чуть-чуть побольше. Давайте все-таки закроем. Пудрацкий значит смотрится. Вот так вот получше. Соответственно плавилка становится немножко побольше. И сможет сюда больше вмещать естественно расплавов. Ну-ка. Алюмит. Обсидиан. Алюминий. Олова. Олова есть. Две тысячи. Шикарно. Секундочку. Что не так? Если это здесь. Это здесь. Меч наверху. Пластик здесь. А рамка здесь. Должна получиться молотилка. Но она не получается. Почему? Пластик. И инваровый меч. Меч то нужен инваровый. А не железный. И вот теперь то мы с вами сможем сделать. Все. Молотилка готова. Но молотилка без энергии. Она ничего не сделает. То есть нам с вами нужно будет поставить. Ну я даже знаю что мы с вами туда поставим. Мы наверное поставим что-нибудь типа солнечной панельки. Это будет мне кажется за глаза. И помимо молотилки нам обязательно понадобится рядом поставить контейнер для жидкости. Жидкостной. Это просто стекло. Секундочку. Где-то он должен быть. Вот. Пластиковый резервуар. Если не ошибаюсь. Делается он из фабричного блока механизма. Который из обычного камня и пластика. Кстати пластик у меня где-то вот здесь еще лежал. Если не ошибаюсь. Да. Вот еще четыре. А может быть я даже получал такой резервуар. Комбайн. Пластиковый резервуар. Он у меня есть. Все. Хорошо. У нас с вами есть и то и другое. Осталось только сообразить энергию. Давайте все-таки это сделаем. Ну солнечную энергию. Потому что мне кажется это будет легче всего. Сделаем с тобой наверное все-таки самую-самую вот такую примитивную. Сделаем сейчас еще три зеркала. И потом уже будем двигаться более хорошим. Мне опять же нужно будет заморочиться производством стекла. Потому что стекло есть. Но очень-очень мало. Это получается одно зеркало. Нужно таких сделать естественно три. То есть вот так вот три. Забираем три зеркала. Остается десять стекла. Сегодня еще займемся обязательно этим. И последняя деталька. Это доски и красная пыль. Но это на самом деле все легко. То есть вот это пошло сюда. Доски пошли вот сюда. Красная пыль. Получаем с вами такую самую простенькую. Генерация очень маленькая. Но нам этого на самом деле хватит. Соответственно пойдемте устанавливать и проверять это дело. Ну естественно заодно и застроим ловушку. Молотилка будет молотить перед собой. Соответственно она должна быть поставлена вот так. У нее. Вот давайте проверим. Она смотрит в эту сторону. Будет бить пять на пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да все правильно. Пять. А шестое уже там. Ну естественно по краям немножко больше. Но они же здесь будут ходить. Так что в этом плане все хорошо. Вот здесь у нас с тобой будет стоять пластиковый резервуар. А я не знаю она напрямую передает в сундук или нет. Ну-ка. А сундук я могу просто вот сюда поставить? Ща проверим. Вот это на самом деле не очень хорошо. Возможно она так не будет передавать. Мы с вами знаете что сделаем? Вот так вот поставим энергию. Солнечную. Тебя что-то закрывает? Нет, и не закрывает. Как только у нас с вами будет побольше стекла. Мы сюда поставим что-нибудь получше. Или какой-нибудь другой генератор сюда воткнем. Прямо сейчас это просто для эксперимента. Этого нам хватит. Я кстати все время боюсь туда упасть. Но теперь я на самом деле никак туда не упаду. Сундук у нас с тобой будет пока что стоять здесь. Я решил его сюда вывести. Здесь должны спауниться мобы. Я не совершил никакой ошибки. Мне просто интересно. Так вот. Пока у нас с вами там спауниться мобы. Потому что возможно что они заспаунятся. Возможно что я совершил какой-то косяк. И сейчас они не заспауниться. Это нужно честно говоря проверять. Возможно там не темно. Посмотрите. Пока они там спауниться. Вернемся сюда к измельчителям. Измельчителям, стеклу и песку. Так вот. Если мы с вами кладем в измельчитель булыжник. Он у нас с вами выдаст гравий. Если в нем будет естественно достаточно количества энергии. Сейчас в нем энергии просто не хватает. Потом гравий у нас с вами вот отсюда. Перекинется вот сюда. И здесь у нас с вами кстати. В нем тоже закончилась энергия. У нас с вами здесь будет из гравия делаться песок. И потом я хотел чтобы он передавал песок сразу в печку. И в печке делалось стекло. То есть какая-то часть уходила вот в такую печь. Получилось стекло и стинкер с констракта. А какая-то часть уходила на стекло для крафта. Чтобы сделать нормальные солнечные панельки. Потому что я так прикинул. Я их конечно ругал. Но это прям вообще халявный источник энергии. Поэтому мы с вами вот это добро подбираем. И резонирующий. И тот. Окей. Делается на самом деле они очень просто. То есть вот даже по меркам всего того что мы с вами делали. Здесь два кремня. Одна рамка механизма. Две медные шестерни. Есть принимающая катушка золотая. А чтобы его улучшить. Там дальше инвар используется. Электриум. Ну то есть вот эту всю фишку. Я просто посидел за кадром по делу. А потом понял что это не интересно. Смотрите. Вообще выкинул из выпуска. И в итоге я получил резонирующий измельчитель. Который по идее работать должен получше. Но он работает примерно так же как и тот. То есть немножечко побыстрее. Единственная в нем фишка. Что в него можно добавлять улучшения. Я не знаю. У меня такое ощущение что у меня там косяк. У меня там может быть косяк. Или у меня там его нет. То может быть закрыть задние стенки. Просто застроим это дело. Нам в принципе внутрь заглядывать с вами абсолютно не нужно. И что там внутри происходит. Знать нам тоже не нужно. Нам нужно чтобы там вспомнились мобы. Вот отсюда я вывел еще один узел передачи вниз. Потому что булыжника просто бешеное количество. И он нам с вами там в таком количестве абсолютно точно не нужен. И соответственно хотел я его передавать вот сюда. То есть сначала в один измельчитель. Потом из него в другой измельчитель. В чем фишка? Сюда пошел булыжник. Булыжник пришел. Но здесь как видите нужно большое количество энергии. Соответственно сюда нужно поставить какой-то... Какой мы с вами сюда поставим? А вообще-то давайте сделаем по-другому. Зайдем вот сюда. Зайдем вот в эти генераторы. Здесь же есть в принципе у нас с вами задание на генераторы. Multiplying power. Я даже не знаю что это такое. У нас с вами есть вот это задание. Это на... Ну как сказать на ветре он будет работать. Нам нужно сделать железный ротор. Это оловянные слитки. Основная... Опять рамка основная. Это опять огромное количество олова. Я не знаю. Это олово лью и лью. Просто бесконечно. Инвар. Олова. Ну ладно я могу сделать сейчас еще немножечко буквально олова. Хорошо договорились. Договорились игра. Давай сделаем. Так это пошло сюда. Кстати мне не нужны две рамки. Я же если не ошибаюсь. Одну рамку могу просто переплавить. Нет я ее не могу переплавить. А. То есть нет секундочку. Это мы с вами не лопасти делаем. Это мы делаем сам... Ну как бы... Саму мельницу. Так вот. Нам с вами нужно быстренько секундочку установить. Вот это сюда. Это сюда. Два оловянных слитка по бокам. И снизу отдающая катушка. Получаем. А вот почему оно не выбирает вот эту штуку я не понимаю. Ладно. Давайте просто вобьем сюда. И естественно в зависимости если не ошибаюсь от ротора. Мы с вами будем получать больше энергии. То есть железный ротор это просто железные слитки. Это очень очень просто. Только железные слитки естественно нужны. И делается это добро вот так. Таким образом мы с вами получаем железный ротор. Эту штуку. И получаем бесплатную солнечную панельку. У которой генерация 32. Мы теперь можем просто вот туда сгонять. Забрать вот эту простенькую. Я бы даже не сказал не простенькую. А вот эту вот плохенькую. Забрать отсюда. А вообще что с энергией? Мне кажется этой штуке за глаза. Вот этой энергии которая здесь производится. То есть я даже сейчас не знаю куда использовать эту. Ну пока что ставим дом и потом найдем применение. Я не могу ее применять вот там вот внизу. Потому что там нету солнца. Там подвал. Так что давайте посмотрим что там еще можем с вами сделать. С генерацией энергии. Это генератор на зельях. Ну и типа обсидиан обсидиан. Стол зачарования. Печь. Ну естественно в него нужно постоянно подавать зелье. Зелье нам в принципе могут выпадать в большом количестве вот там вот. Но типа должна быть побольше ловушка. У нас с вами здесь также есть безумное задание на ручной двигатель. То есть это который я так понимаю на него сжать нужно постоянно кликая. И тем самым давая энергию. Я такого никогда вообще не делал. Слушай. Это на самом деле забавная штука. Давай сделаем. Посмотрим что это из себя представляет. Ну-ка секундочку. Давай торфяной. Биогазовый. Вот заводной двигатель. Вобьем сюда это дело. Поршень. Естественно быстренько его скрафтим. Мне нужен один. Хорошо. Теперь. Нужно сделать часы. А не делается если не ошибаюсь из золота. Смотри-ка. Там у нас с вами начинают вовсю спавниться мобы. Но только один вопрос. Создается ли там? Ну они там внутри есть. Их забивает наша молотилочка. А у тебя производится эссенция? Может быть я сейчас что-то не то сделал? Ну то есть вещи сюда складываются. Это хорошо. Энергии у нее в принципе хватает. Эссенция. Да. В нем вот есть эссенция. 3600 из 4000. Я-то думал эссенция не добывается. Все нормально. Значит все абсолютно хорошо работает. У нас с вами появляются предметы. Появляется эссенция. Можно кстати еще будет расширить. Чтобы было больше мобов. Но тогда действительно нужно будет построить конвейер. Который будет привозить их к этой как раз молотилке. Я решил прям сразу сделать побольше. Теперь у нас с вами есть это дело. Есть это дело. Секундочку. Нам нужен поршень. Поршень вот он. Дальше сюда пошло стекло. Сверху пошли у нас дубовые доски. Получаем заводной двигатель. И пошли его проверим. Потому что я не знаю что это за штуки. За такая первый раз это вижу. Вообще же скач. Поставим его где-нибудь здесь. Как-как-как. Как-как. Хенд памп. Как мне. Я его не так поставил да. О пошла энергия да. Подожди подожди. Секунду. Подожди я сейчас не понял. Он будет сам работать. Или мне нужно его кликать постоянно. Или просто может быть нужно кликать с какой-то периодичностью. Потому что ну он в принципе поставляет сюда энергию. Он меня сейчас прям удивил. Подожди. Заводной двигатель. Я думаю что завод кончится. То есть нужно просто периодически подходить и кликать. Скорее всего так. Ладно давайте с вами сейчас быстренько заберем награду. Это меня прям очень удивило. Я ни разу это не делал. Прям вообще жесть. Еще одни часы. Может быть сразу еще один сделаем. Почему бы нет. Но у нас с вами есть в принципе торфяной двигатель. Из чего торфяной делается. Медь. Медь. Поршень. Медь. 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 На какое-то время это нам хватит. Здесь заряд заканчивается. То есть нужно подойти и покликать по нему как можно больше. Кликаем. 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 А почему он красным стал? Он может взорваться? Нет? Интересно. Черт. Я тебя понял. Я тебя понял. Он может ну типа нанести урон. А потом скорее всего даже и взорваться. Но это типа такое бред. Вообще же сказать. Мне это не нравится. Но это... Ой тихо. Ты куда поставился? Дядь. Не туда поставился. Не туда поставился. Мне нужно чтобы ты поставился вот сюда. Я не знаю он будет отсюда принимать или нет. Потому что там какой-то странный ответ был. Ну. Кладем сюда с тобой торф. Секунду. Так. Торфяной двигатель. Нет. Не торф. Ты сейчас шутишь? Подожди. No fuel. Есть fuel. Required redstone. То есть ей нужно подать redstone новый сигнал. Какой-то да. Ну любой. Я могу что-нибудь типа вот. Ну я не знаю. Вот такого сделать. Во. Пошел процесс. Энергия сюда заходит. Не очень много. Но заходит. Ну а почему? Зачем тебе redstone новый сигнал? Он всего 10 реф дает стик. И насколько быстро ты его жгешь? Мне кажется он прям очень быстро жгет. Досадненько. Давайте заберем еще немножко торфа. Потому что торф производится очень мало честно говоря. Но если у нас с вами будет производство торфа. То в принципе можно сюда закладывать. То есть как понимаете. У нас пошло производство гравия. Окей. Ну типа это вообще фиговая энергия. Нужно сюда нормальные генераторы ставить. Особенно вот тут. Это вообще ужас. Но вот сюда сейчас это дело не передается. Потому что. Хорошо. Смотри. Вот это лицевая сторона. Да. Нам с тобой нужно понять. С какой стороны нам нужно выдавать. Вот это дело. То есть сюда мы выдаем синяя. И из-за того что я конкретно запутался со сторонами у этого механизма. Потому что я давно не играл. Я реально давно не играл. Давайте разбираться что у нас здесь с вами. Желтенькая. И здесь желтенькая. Но я просто помню что на самом деле синяя это то что поступает. Но так как мы с вами загружаем сюда через экстра утилитис. То мы можем подключить к любой стороне. Соответственно поставим здесь с вами предположим оранжевое. Это слева. Шикарно. Вот это поставим сюда. То есть смотри. Открываем его. И вот теперь вот это оранжевое должно прийти вот в эту дыру. Ну по любому. Но это же так работало. Может быть просто переставить его нужно было и все. Давай проверим. Почему в тебя не заходит. Объясни мне. Почему гравий. Потому что может быть оранжевый еще хочет вот здесь что-то поставиться. А мы можем с вами на самом деле знаете что сделать. Закрыть все остальные стороны. Ну действительно. Мы можем все остальные стороны закрыть. И... Песок. 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 Это вторичка. У нас с вами получилась вторичка песок. И пускай он остается здесь. Вот это сейчас хорошо. А здесь уже вторичка пошла пыль. А у тебя же нету. А это типа есть все равно шанс что в измельчителе получится вторичка. Окей. И подожди. Основной резонирующий. То есть в принципе это очень хорошо. Мы наконец-то настроили. И теперь нам нужно чтобы песок уходил. Например. Ну пыль пускай будет. Песок у нас с тобой. Здесь все синее. 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 Нам нужно настроить. Песок это будет оранжевое. Справа. Ну ладно. Пускай будет красным. Вот. Отлично. Песок у нас пойдет в самую обычную печь. Замечательно. Наконец-то получилось. Нужно было просто переставить и все бы заработало. А я пытался переключать и оно не хотело включаться. Уже такое сегодня. Ну то есть не сегодня. Уже такое было. Я не знаю. Может быть немножко просто подключивать модификации. Может быть так и просто не побороли эту фигню. Соответственно если мы ставим сюда с собой печечку. В нее не будет приходить. Да? Пешочек в нее не будет приходить? Есть маленькая проблема что он не хочет класть в печку. Угу. Ну ладно. Сейчас мы это дело победим. Ставим это дело вот сюда. Забираем воронку. Это стандартная воронка. Нам ее вполне хватит. Теперь забираем отсюда трубу для передачи. Сейчас мы это дело все с вами победим. Все будет работать. Я не знал что он в печь не кладет. Но по идее должен класть. Странно так. Подключим это дело вот сюда. Подключим вот это дело вот сюда. Вороночка получает. Воронка песок получает. Только мне не нравится что воронка получает песок. Только я не туда подключил. Вот воронка. Подключена была к тебе Вот, хорошо Теперь закинем сюда песок Он закидывает песок в воронку Воронка закидывает песок в печку Работает только стандартная майнкрафтовская система Мы с вами кладем сюда уголь И получаем с вами стеклышки На самом деле это хорошо Потому что мы с вами теперь можем Это все полностью автоматизировать Ну как бы, что значит автоматизировать В первую очередь нам с вами понадобится вот здесь вот Настроить работу нормального генератора Потому что вот здесь сейчас скоро закончится туров Он кстати делает залу из форестри Ну он типа не скоро закончится, но закончится Тебе хватает энергии? Ну типа такое Хватает, но с трудом И кстати у него песок как побочный продукт идет То есть можно настроить какую-то сторону Из нее дополнительно забирать песок И приводить ее в эту систему Но нам это не принципиально Можно пока что оставить так Потом я ее доведу до ума Прямо сейчас это я просто так экспериментирую здесь Потому что очень давно не делал Но система, как понимаете, вполне такая рабочая И чтобы сделать вот такой кухонный генератор Нам нужно 8 печей 8 генераторов выжившего Ну это же так просто Может быть сделать действительно? Подожди Подожди, подожди, подожди Я сейчас спешу, если не ошибаюсь Я же не могу к нему продвинуться Пока не сделал вот этот На зельях А это обсидиан Стол для зачарования Еще обсидиан Обсидиан, обсидиан Да, я хотел сделать генератор обсидиана Точно Я вспомнил Я совершенно забыл Опа Ты сейчас шутишь? Ты откуда взялась? Сей Ты меня сейчас тринтец как-то напугала Ты что, откуда? Э Откуда ты отсюда что ли пришла? Не оттуда, это точно У меня порой кто-то откуда-то приходит Я просто не очень врубаюсь откуда Так вот, по поводу обсидиана Это на самом деле очень просто Тем более, сюда мы с вами можем лавовые генераторы поставить Это вообще элементарнейше Давайте еще подзарядим Господи, какой же бред с этой зарядкой вручную Это ужас какой-то Я даже не знал, что здесь такое есть Я хотел вот здесь вот сделать Одну секунду Айн момент Здесь же ничего не должно загореться Это же не горючая вещь Нет, это не горючая вещь Такого не бывает Соответственно, смотри, в чем фишка Раз, два, три, четыре, пять Есть Дальше мы с тобой Где у нас огниво? Огниво Поджигаем здесь Смотри, что мы дальше с тобой делаем Сюда прямо ставим тигель А, подожди, это же бочка Я же бочку ставлю А мне нужно тигель поставить Все-все-все правильно В тебя не попадает все-таки Через боковую трубу, да? Через боковую трубу можно только забирать Ладно, я сейчас принесу трубу Потому что у меня с собой нету Я надеялся, что будет работать так Но нет Ну, ничего страшного Мы сейчас с вами небольшой кастель придумаем Давай, трубы пускай будут всегда со мной Я их буду в сумке носить Так вот Мы с вами проводим трубу вот сюда Сюда поступает булыжник Плавится со скоростью 3х То есть, в принципе Ну, на самом деле, гораздо быстрее И, естественно, никакая лава здесь у нас с вами не распространяется То есть, следующее, что мы с вами сделаем Нам отсюда нужно забрать лаву И чтобы она попала Чтобы она попала в каменную бочку Соответственно, узел передачи жидкостной Дальше нам нужен будет еще один узел передачи Вот такой Есть У нас сейчас с вами из одного как раз генератора булыжника Будет выходить огромное количество всяких вкусняшек И это пошло с чудой И это пошло с чудой Лава наполняет каменную бочку Как видите, 37% все дела И вот здесь у нас с вами, ну, блок То есть, с этим все хорошо Дальше мы с тобой берем булыжник Ну, можно было бы это сделать из полублоков Это бы было, ну, просто более прикольно Мне это гораздо больше нравится, как это выглядит из полублоков Соответственно, из полублоков выстраиваем здесь такую конструкцию Я думаю, что многие поняли, что я хочу сделать Кто не понял, тот сейчас все поймет Потому что это мега просто И, соответственно, у нас с вами будет потихонечку Может быть, даже булыжник заканчиваться Не знаю, вряд ли Я не думаю Потому что он генерируется с гораздо большей скоростью И смотри, что у нас с тобой происходит Мы сюда разливаем воду Подключим это дело вот сюда И подставим вот сюда сундук Я сейчас этого не понял Почему он не срабатывает? Лава Подожди, сработало Все, сработало Я был... Все, 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 все Я сам косякнул Сбоку просто из бочки не вынимается Я же вот там наверху по привычке Всему по старой привычке, как я это раньше делал Вот здесь вот, смотрите Землю-то забираю снизу бочки, да? И передаю в коробку В которой уже земли просто немерено Вот А здесь я решил вытащить землю сбоку бочки Собственно говоря, в этом была ошибка И у нас с вами появляется, помимо того, что Но это пока что не автоматически Но... Но полуручной тяги Производство стекла То есть производство песка, а потом стекла Но ничего, мы с вами здесь поставим нормальный Как раз генератор Стекло самое главное Производится Потом у нас все это будет производиться Гораздо в большем объеме Потому что мы туда поставим с вами Улучшение И все будет шикарно Так еще и поставим печку Из которой часть песка будет уходить в печку И собственно говоря, таким образом у нас с вами будет И обычное стекло крафтится И стекло из тинкер с констракта И пока что у нас с вами В принципе все Потому что мы с вами выполнили сегодня Даже больше, чем я хотел Мы сделали моб спаунер А также гринделку мобов Которая там их быстренько забивает Ну мы его немножко расширили Можно продолжать расширять И будет становиться больше Просто нужно еще немножечко его будет улучшить Я так понимаю, что Здесь битком эссенция Но это никак не повлияет Просто Ну Перестанет ее собирать Также у нас с вами появляется небольшой лут Нам нужны с вами эндермены Но у нас в принципе есть возможность Создать себе эндермена При помощи Секундочку Вот этой куколки Соответственно мы ее не делали Мы просто получили жемчуг эндера И Ну это как бы выполнилось Но на самом деле ее можно скрафтить И при помощи нее сделать себе как раз эндермена Но Мне кажется они просто так заспаунятся Просто нужно подождать Вот это все Продолжать своими делами заниматься Может быть чуть-чуть Расширить ловушку И все будет хорошо Ну и естественно Мы с вами создали Вот эту вот Бешеную систему Ну я так понимаю Что у нас все У нас все хорошо У нас все замечательно У нас пошел обсидиан У нас идет стекло Я вот честно говоря Не знал что в печку нельзя вот так подключить Ну Ничего Поставили воронку И все заработало Так что на этом пока что все Если вам понравилось Пожалуйста поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся в следующем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok